Почему Россия начала войну с Украиной? Ну, судя по тому, что, как я тебе уже сказал, в апреле 20-го года вот эта девочка из Италии, как ты ее называешь, она реально роет документы. То есть это была какая-то преднамеренная история, соответственно. Вот как я себе представляю, что это такое? Я могу ошибаться, потому что я реально вообще в политике не смыслю совсем. Но у меня есть какие-то представления о том, что происходит. Допустим, Америка, страна, которая перестала производить. Я не знаю, производила она раньше или нет, что-либо. Но и пандемия, и я думаю, и до этого основательно все завалилось. И уровень жизни американский, как мне кажется, да, вот не этот красивый до 95-го шоссе в Майами, а за 95-м шоссе, он, ну так скажем, как на Украине говорят, такое. Понимаешь, о чем я говорю? Тебе кажется или твой анализ основан на цифрах? Нет, 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 мне кажется. Ну, слушай, я смотрел какие-то цифры, возможно, я ошибаюсь, еще раз говорю. США остается одной из крупнейших экономик мира. И до ковида, и после. Вот и вот цифры, которые это подтвердят. ВВП на душу населения. Блин, как мне хочется сейчас прям даже в гугл залезть. Я совсем недавно разговаривал с моим товарищем, который отучился только что в Сколково, вот это вот для бизнесменов уже, который большой икро. MBA, да, но такой какой-то вот MBA, MBA, MBA. Знаешь, такой MBA, MBA. И мы с ним разговаривали, потому что я никогда просто этим не интересовался, скажу тебе честно. Ну, так глубоко, так скажем. Вот. Поэтому у меня есть некое представление на основе разговоров с моими друзьями, которые увлекаются, углубляются. И вот ты мне сейчас говоришь, что остается там ВВП на душу населения и так. Мне даже поспорить с тобой трудно. Но я готов взять цифры и посмотреть. И насколько я помню, цифры были такие, что Америка не так высоко стояла. Хорошо. Более того, смотри. Твоя версия. У нее проблемы с экономикой. Что дальше? Да, давай расскажу. Ну, надо же экономику к себе затаскивать. Надо же, ну, чтобы деньги там не просто дулись, да, как говорится, не просто они печатались, а чтобы они еще были платежеспособными. Хорошо. Допустим. Твоя версия, что, значит, Америка, все плохо с экономикой. И? Ну, блин. Переход. Я переход не понимаю. Ну, нужно из Европы что-то вытащить. Правильно? Так. Нужно ослабить Россию. Я, вот как я себе представляю, да, начинаются какие-то игры. Ну, условно говоря. Потому что, ты пойми, вот все, что я сейчас скажу, это полный бред. Вообще, ну, какая-то, знаешь, одна бабка сказала. Для чего?